Добрый день. В жизни у каждого человека бывают моменты, которые он запоминает на всю жизнь. Моменты-то могут быть отрицательные, не дай бог. Но они тоже запоминаются. Моменты могут быть положительные. У меня есть один положительный момент в жизни, может быть не один, но я тот, который я сейчас помню, вот данный момент, который я запомнил на всю жизнь. Я учился в Тбилиси в 66-й средней школе. После этого я перешел, начиная с восьмого класса, в математическую школу. Математическая школа у меня не очень получилось. В середине девятого класса я вернулся обратно в свою школу. Конечно, я чувствовался не очень приятно, потому что я думал, ну вот, ушел, теперь вернулся. Каждый человек, который уходит, потом возвращается в то место, откуда он ушел, он чувствует себя не очень приятно. Директором моей школы была такая женщина по фамилии Махарадзе, Мария Ивановна. Мария Ивановна, Мария Ивановна, это классическое имя для учительницы. Вот в девятом классе, по-моему, это было в первый день, когда я вернулся в середине девятого класса, она заходит в класс и говорит, все встали, тогда вставали при появлении директора. Все встали, она говорит, смотрит на меня и говорит, как я рада, что ты вернулся. Сказала и поцеловала меня. Для меня это было то, что я запомнил на всю жизнь, благодарность. Она меня просто подняла. Подняла. Я и помню это, то хорошее, что она мне сделала. Этим тремя словами, четырьмя, как я рада, что ты вернулся. Знаете, мы все, которые, я в частности, называюсь Хозер Бетшува, возвращающийся к раскаянию. Можно задать такой вопрос? Во-первых, до того, как я хочу сказать об этом, я хочу сказать, что мы видим из этой истории, что можно буквально четырьмя словами сделать человеку так приятно, так хорошо, что он запомнит на всю жизнь. И эта всю жизнь будет его поддерживать. Когда мы называемся Хозер Бетшува, Хозрим Бетшува, те, кто вернулся к Торе, вернулись к раскаянию, если буквально перевести, вернулись откуда. Почему называются Хозрим Бетшува, возвращающиеся к раскаянию? Дело в том, что Хозрим, возвращающиеся, это значит, они где-то уже были в этом месте, ушли и вернулись. Где же мы были? 70 лет советской власти прошло для нас так, что нигде мы не были. У нас не было ни Торы, ни знания Торы, ничего абсолютно. Советские евреи были лишены еврейства. Так как почему же мы называемся Хозрим Бетшува? Куда мы вернулись? А вернулись мы в то, говорят наши мудрецы, что все евреи, все еврейские души, в том числе евреи Гера, и в том числе души Гера, стояли у горы Сина и слушали 10 заповедей. Вот куда мы вернулись. Поэтому у нас иногда есть чувство дежавю, что мы это иногда уже видели, иногда уже слышали. Когда я начал учить святой наш язык, у меня было чувство дежавю. Когда-то я все это видел, когда-то я все это слышал. Я хочу сказать, что я очень рад всем, кто возвращается точно так же, как мой директор сказал. И рад вам всем. И вам уж как рад Всевышний. Поэтому каждый человек, который возвращается, скажите ему, как и рад, что ты вернулся. Бог вас поддержит. Спасибо.